но это же проблема не только европейская эта проблема и россии тоже нам же тоже на к нам же тоже приезжают из средней азии у нас же тоже очень много у нас есть дефицит вот тоже молодой крови в москве абсолютно право все это наша проблема не сможет решить а мы сможем а как мы сможем решить эту про знаю но мы должны об этом думать понимаешь осведомлен вооружен мы должны об этом мы должны понимать вот то о чем мы часто мы говорим это должно быть понятно это должно быть понятно что это нам грозит мы не можем смотреть мы уже посмотрели на украину чего там все нормально будет убеждены были все в этом 20 лет 20 лет 20 лет 20 лет воспитывать абсолютно абсолютно новое и абсолютно другое поколение вот те кому сегодня 18 19 20 лет они никогда не поймут и не поверят что россия это братская страна они так и говорят никогда мы не будем брать конечно здесь мы переходим к заключительному элементу триады про братство вот насчет братства ваш брат допустим он точно западник он уж никак не славянофил вы себя ощущаете с ним связанным кровью а не только совместной биографии вот у кого он он ваш человек покажу при том что он при придерживается диаметрально противоположных взглядов на многие вещи фундаментальные но вы знаете ну да ну и что в этом так сказать узнаете я живу здесь поэтому когда у него возникают проблемы здесь порою решаю их я теми способами которые мне известны и понятны и они совсем не заводнические поэтому он понимает совершенно правильно я совершенно то есть вот это его точка зрения по этому поводу по этому поводу и он их придерживаться и она очень умная я ее уважаю и так далее но так сказать бывают ситуации при которых это не работает а работает что-то другое для меня совершенно у меня нету вы знаете господь управил так что я удержался от того соблазна который возникал и хотели очень чтобы мы так сказать просто рассорились настолько чтобы мы стали в наставили по разные стороны баррикады я когда меня спрашивали когда брат что-то говорил то нелицеприятное про меня по телевидению еще и еще где-то меня спрашивали что я по этому поводу думаю я всегда отвечал я убежден чтобы он не сказал про меня он это хочет сделать во благо мне он меня очень любит если он так считает может заблуждаться но импульс у него человека который хочет мне добра поэтому не получится из этого сделать так сказать ахта а я им про скажу вот что этого не это не со мной я предпочитаю прийти на интервью абсолютно так сказать чистым как лист тогда ты не становишься рабом сформулированных так сказать ответов поэтому как спросили так а учитывая что качество ответа заключается вообще не зависит от качества вопроса я очень жене отношусь с уважением я люблю его и мне все интересно поэтому тут что неважно о чем говорить тут тут важно как опять же мама говорил не важно что важно с кем поэтому я люблю к нему приходить и так сказать всегда знаю что это по крайней мере мне будет интересно вот у меня меня не покидает ощущение тоже об этом говорил без огонь и гигантская вина лежит на нас того что происходит сегодня на украине гигантская вина 30 лет воспитывали детей американцы 30 лет воспитывали военнослужащих и наша пренебрежительность сверху вниз от надо куда они денутся газ идет это мы своими руками в общем-то пренебрежением и ощущением того что никуда они от нас не денутся привели к тому что мало что они делись но но еще и практически ведут третью мировую войну с нами вот это вот это тоже вот туда же воспитание и важнейшую вещь я тоже об этом говорил без огонь какой-то момент было не буду называть фамилию этого министра он сказал мы воспитываем будем воспитывать потребителя а не созидателя и мы воспитали потребителя и кино наше рассказывает в основном про потребителей они про созидателей и есть страна москва страна санкт-петербург жуковка барвих и есть другая страна огромная гигантская страна с гигантским большинством людей которые не могут и не хотят разделить те ценности которые мы же сами позволяем проповедовать у себя и на телевидении и в театре и в кино и так далее и украина вот на мой взгляд повторяю непосвещенный на мой взгляд это очень во многом вот это тенденция это наша вина простите спасибо